Алло, добрый день, коллеги. Давайте пока мы ожидаем Эгерима проверим связь. Пожалуйста, подскажите, слышите ли вы меня? Все, отлично. Тогда я передаю слово Эгерим. Доброе утро, добрый день, скорее всего, дорогие мои обозреватели. Как у вас дела? Смотрю, что есть постоянные, есть новые у нас обозреватели. К сожалению, не все лидеры у нас присоединились сегодня в наш вебинар. Очень жаль, что не все новые лидеры присоединились, потому что это, наверное, больше обозреватель был посвящен им. Вот, все отлично, все хорошо, замечательно. Я за вас рада. Как успехи с точки зрения продвижения данного проекта? Поделитесь, пожалуйста, те лидеры, кто уже работает с данным проектом. Мы не можем с вами пообщаться, но, по крайней мере, вы можете мне написать. И вообще, на самом деле, пишите в наш чат какие-то свои вопросы, какие-то интересные идеи, чтобы наш чат был живым, чтобы вы делились какими-то результатами, какими-то идеями. Это будет гораздо интереснее, нежели просто постами. Ну, посты, конечно, тоже нужно высылать. Так, либо вы все пошли наливать себе велнос-коктейль. А можно участвовать в выборе. Выборе чего, Назгуль? Хотя бы цвета? Ну, цвет, цвет, цвет. Окей, давайте посмотрим. Я думаю, это не проблема, потому что, в принципе, критериев определенных, какой должен быть тон, нету. Я, как правило, честно могу сказать, подбираю под себя, потому что люблю все яркое. Поэтому, соответственно, если мы говорим сейчас про тон помады, то да, это яркий цвет. Если мы говорим про какие-то другие материалы, для Назгуль, если мы говорим про какие-то другие карандаши, еще что-то, это рекомендация регионального офиса, поэтому, соответственно, мы не можем здесь менять ту политику, которая есть. Окей, немножко вас помучило. Я хочу сказать, что у нас прибавилось еще три обозревателя. И, к сожалению, один из обозревателей у нас выбыл из нашего чата и выбыл вообще как бы из этого проекта. Еще раз хочу отметить и напомнить вам, что это на самом деле проект, который успешно был запущен с первого каталога 2018 года в России. Этот проект сейчас есть в нескольких странах СНГ. Мы присоединились к этому проекту с пятого каталога. И основным из критериев, которые должен был быть и есть на самом деле у нас, это не совсем касается Кыргызстана. В Кыргызстане чуть-чуть планка по количеству подписчиков, она ниже, чем в Казахстане. Но количество подписчиков по Казахстану должно быть не менее 10 тысяч. И это, наверное, основной критерий, по которому, к сожалению, очень многие лидеры не проходят и не могут присоединиться, так скажем, и стать именно официальными обозревателями Reflame категории А. Потому что у нас есть две категории, как вы знаете, категории А и Б. Давайте мы еще раз пройдемся по вводной презентации. И сегодня я вам представлю нашего нового тренера по продукции. Кто-то из вас сегодня уже слышал у нее, но у нее был сегодня дебют, она давала вебинар по женским ароматам. Те, кто не присоединился, кусайте локти, было очень интересно. И теперь большинство будут, все вебинары практически продуктовые будут больше, больше, больше будут давать наш нового тренера по продукции. Олеся Федорова, она чуть позже будет выступать, поэтому прошу любить и жаловать, так как она будет с вами работать, девочки, вплотную. Это будет ее проект. Она будет заходить к вам на ваши странички, она будет смотреть то, как вы рекламируете, вернее, даже не рекламируете, а делитесь своими впечатлениями о продукте. Она будет вам писать, так что будьте готовы к тому, что Олеся будет где-то более настойчива, нежели я. Поэтому, соответственно, от вас и от нее зависит успех данного проекта, поэтому я думаю, что вместе вы, сообща, сделаете на самом деле нереальный прорыв. И еще большее количество подписчиков у вас будет благодаря этому проекту. В этом, наверное, и основная суть того, чтобы благодаря этому проекту у вас появилось еще больше подписчиков, и как следствие, конечно же, повысилась активность, были новые консультанты в вашей структуре, ну и, наконец, конечно же, чтобы выросли по плану успеха. Здесь, я думаю, что все воедино. Почему именно этот проект, почему именно обозреватель Reflame? Потому что каждый из вас, конечно же, имеет в соцсетях свои странички и каким-то образом привлекает людей. Кто-то через путешествия, кто-то через свой образ жизни, кто-то через еще какие-то, так скажем, способы, именно как привлечь. Но в данном случае компания предлагает новый проект, проект, который называется «Обозреватель», чтобы вы могли воедино соединить как продукцию компании Reflame, так и совмещать его с бизнесом. А как это сделать? Это с помощью повышения, конечно же, активности, с помощью рекрутирования, ну и как следствие увеличения товарооборот, увеличения ваших продаж. Поэтому мы предлагаем, вот особенно сейчас я обращаюсь к тем новым подписчикам, вернее, к нашим новым обозревателям Reflame, что давайте продвигать наши продукты, наши продукты высокого качества в соцсетях. И делать это не с точки зрения рекламы, рассказывая каким-то сухим текстом, а все-таки делиться больше впечатлениями о том, какой это был продукт. И вот такой вот пост у нас был, что мы набираем официальных обозревателей косметики Reflame категории А и категории Б. Те, кто сегодня присутствуют на нашем вебинаре, это обозреватели Reflame категории А, это самая высшая категория, да, как я уже говорила. Вы невероятно крутые у меня лидеры, потому что количество ваших подписчиков от 10 тысяч, как я сказала, и выше. Вы активны в соцсетях, потому что мы тоже не просто так по заявке подписывали вас и делали обозревателями. Мы заходили на ваши странички, мы смотрели, какую информацию вы даете, насколько вы активны, насколько те подписчики, которые у вас есть, это подписчики, а не просто какие-то вымышленные, так скажем, лица и так далее. Поэтому именно для вас, ежекаталожно, вы будете получать три новинки, три ключевые новинки каталога, которые вы сможете протестировать, попробовать первыми, потому что вы на самом деле первыми получаете продукты. Понедельник, да, каждый первый день каталога вы уже получаете от меня всю информацию, теперь будете получать от Олеси, да, и, соответственно, будете рассказывать, делиться, и уже в понедельник, первого дня каталога, уже вложены в ваши заказы, три продукта по цене 5 тенге, всего лишь 5 тенге. Что вам нужно делать? Вам не нужно рекламировать в формате рекламы, делать, рассказывать о нашей продукте. Это не презентация, да, которую вы можете взять из наших, с нашего сайта и так далее, какую-то информацию. Это должно быть ваше личное мнение, ваше личное мнение о продукте, да, то есть вы должны его попробовать, понюхать, продегустировать, если нужно дегустаться, протестировать у себя на коже, если это для лица, на руках, если это для рук, на губах, если это помада и так далее. Конечно же, написать свой отзыв. Лучше всего, как многие из вас это делают, на самом деле записывать видео. Я думаю, Айнура вот здесь, наверное, впереди планеты всей, да, потому что она прям вот, ей нравится делать видео. Здесь нет определенного критерия, конечно, лучше всего, когда это видео, потому что все-таки видео просматривают больше, нежели просто посты, да, это уже проверено, не только мной. Поэтому желательно, конечно, учиться делать видео, для вас это будет все такая хорошая школа. Поэтому вы пишите ваш отзыв, снимаете ваш отзыв о том или ином продукте, который мы высылаем. И что очень обязательно, прошу запомнить, это особенно новых наших подписчиков, которые только присоединились, делать это под официальным хештегом, который вы видите у себя сейчас на слайде, да, то есть слэш официальный обозреватель Арифлейм, нижнее подчеркивание KZ, либо KG, если это Кыргызстан. Но это делать обязательно, то есть не просто, да, сделать, а именно все-таки ставить хештег. Поэтому хештегу как раз-таки Олеся будет искать вас в соцсетях, да, она будет собирать ежи, чтобы вы знали, да, девочки, ежи каталожно, она будет смотреть количество лайков, количество, сколько вы сделали постов за каталог, все ли продукты вы осветили у себя. Поэтому прошу отнестись всех достаточно серьезно к данному проекту, да, в этот проект легко попасть, ну, как бы легко попасть, но из этого проекта легко выбыть, потому что вы должны понимать, что это инвестиции компании, да, которые делают, компания для вашего роста, для повышения вашей активности. Ну, и, конечно же, если мы говорим о партнерстве, то хочешь, чтобы это было на самом деле партнерство, а не игра в одни ворота. Я думаю, что здесь вы меня понимаете, вы все взрослые люди. Почему именно обозреватели Reflame, почему именно вот эта подача, о которой мы говорим, потому что это на самом деле сейчас тренд, да, и я уже показывала в своей первой презентации, когда мы говорили вообще о запуске этого проекта, что это интересно людям. Люди смотрят на видео, люди учатся, да, и я вот могу сказать недавно, судя по своей дочке, которой 15 лет почти, она благодаря Инстаграму, благодаря вот таким видеопостам у меня сейчас кушать готовит, еще какие-то хайфлаки такие вот собирает. Ну, то есть, как бы это реально на самом деле работа, поэтому здесь вот очень здорово, что мы не стоим на месте, все-таки мы компания продвинутая, и мы используем все то лучшее, что есть. Поэтому здесь в данном случае вот мы показываем пример той же Крыгиной, блок обозревателя, который показывает, как она продвигает тот или иной продукт, да, я не говорю, что это должно быть точь-в-точь, как она, но по крайней мере, да, вы должны видеть, как это должно быть. Это работает, да, у нее огромное количество подписчиков, она рассказывает очень вкусно о продуктах, потому что, ну, я думаю, вы здесь не секрет, и вы сами это понимаете. Чем вкуснее вы расскажете о продукте, тем больше человек заинтересуется. Мало сказать, что это помада, которая не оставляет следов на вашей рубашке, да, там, какие-то двумя-тремя фразами. Важно показать, почему я говорю, что все-таки идеальнее всего использовать видеоконтент, да, а не просто фото, да, поэтому здесь в данном случае, я думаю, может быть, даже как-нибудь Айнури надо будет дать мастер-класс, да, о том, как правильно записывать видео, как это делать и так далее. Вот эту презентацию я пришлю вам чуть-чуть позже, Олеся пришлет, поэтому вы сможете посмотреть более внимательно, зайти в Инстаграм, зайти на странички вот этих вот блогеров, посмотреть, как это они делают. Поэтому здесь в данном случае это просто как пример, каким образом можно снимать и рассказывать о тех или иных продуктах. А вы знаете, у нас, я могу сказать, что с каждым каталогом будет все больше и больше вкусных, интересных продуктов. Я не буду вам сейчас рассказывать обо всех, но, естественно, вы понимаете, что мы, наверное, сотрудники видим гораздо больше и мы видим заранее те продукты, которые будут, девочки. Я вам просто могу сказать, в этом году просто невероятное количество интересных, вкусных, дорогих, технологичных, инновационных продуктов, да, которые будут в портфолио компании «Арифлейм». И поэтому я считаю, что вам очень, на самом деле, сильно повезло покупать три продукта за невероятно большие деньги, за 15 тенге три продукта. Я не знаю, какая еще компания предоставляет такую возможность. Поэтому что мы будем делать? Каждый каталог специально для вас, Олеся специально будет организовывать на первой неделе каталога, прям проходить по вот этим трем новинкам, обращать внимание ваше на какие-то определенные свойства данного продукта, еще что-то, чтобы вместе вы создавали и делали каждый из вас вкусные, интересные контенты. Да, поэтому, да, новинка SkinPro, но она не будет у вас в заказах, к сожалению, будут другие продукты. Вы уже видели, какие рассылка была, по-моему, да, уже, Олесь? Да, рассылка уже была, но могу сказать, что новинок очень много, поэтому, ну, дорогие мои, новинку SkinPro вы можете заказать сами, поэтому я не думаю, что это большая проблема. Я думаю, что это можно достаточно легко и просто сделать. Понимаю, что хочется, вот, но тем не менее. И сейчас давайте, чтобы не занимать ваше время, давайте сделаем так, что сейчас Олеся расскажет вам, презентацию она нам высылала, но тем не менее, давайте быстренько еще раз пробежимся по трем новинкам, которые были уже вам высланы. Что нужно сделать, девочки? Естественно, заказывать быстрее, делать, оформлять заказы для того, чтобы эти продукты получить, потому что кто-то живет в Алмате, а кто-то живет достаточно далеко, и поэтому, соответственно, пока заказ до вас дойдет, тем более сейчас впереди праздники и так далее. Понятно, что люди чаще, наверное, будут сейчас заходить и в Инстаграм, и в Фейсбук, потому что будет больше свободного времени. Ну и, соответственно, у вас будет больше посетителей, которые будут заходить на ваши странички и смотреть ваши интересные контенты. Поэтому я передаю слово Олесе, прошу любить и жаловать. Все вопросы, которые касаются проекта обозревателя Reflame, теперь вы направляете к Олесе, у вас есть ее электронный адрес, она у нас есть в чате, поэтому под ваши бурные вебинарские аплодисменты давайте поддержим Олесе, которая сегодня будет рассказывать вам о трех фокусных продуктах этого каталога. Добрый день, коллеги, спасибо большое, Айнура. Да, за ваши аплодисменты, за миропасиба. Так, ну что ж, давайте начнем. Как Герима говорила, сегодня мы обсудим три новинки, которые будут у нас в каталоге номер 7. Итак, первая из них, если вы уже успели посмотреть презентацию, я надеюсь очень, что вы успели, но если нет, то первая новинка, вы сейчас ее увидите, это отлично, рада, что вы видели, это наша очищающая мицеллярная вода Optimal Hydra. Итак, ну что ж, я на самом деле очень рада этой новинке, потому что сама очень люблю использовать мицеллярную воду, и ее свойство действительно основной, да, как бы тренд того, что она подходит абсолютно любой коже. Я очень рада, что наша компания Reflame тоже выпустила такой вот вариант мицеллярной воды, Optimal Hydra. И на самом деле сейчас это хит индустрии красоты, да, последних лет. В чем же все-таки ее особенность? Как и говорила, она подходит абсолютно для всех типов кожи, включая чувствительную. Если говорить про то, на что все-таки следует ставить акценты, то, во-первых, у нее очень интересная история возникновения. Вот вы когда-нибудь слышали, откуда вообще появилась мицеллярная вода? То есть, может быть, где-то читали или видели в интернете. Если, да, мы тоже очень рады появлению ей. Если нет, то давайте я очень вкратце вам расскажу. И в презентации, кстати, эта история есть. Поэтому в своих постах вы можете использовать эту историю. Она достаточно интересная. Ну, начнем с того, что ее история возникновения началась с Франции. Ну, в принципе, это и неудивительно. И на самом деле в самом начале разрабатывался раствор, с помощью которого было необходимо очищать кожу, которая склона к аллергии, либо сверхчувствительная, либо кожу с ожогами, которую нельзя было очищать обычными средствами или даже самыми нежными. И уникальность и легкая состава позволила использовать ее больше как лекарственный препарат для категории людей с тяжелыми заболеваниями, повреждениями кожи, а также для маленьких детей. То есть здесь как раз-таки речь идет о том, что эта вода подходит абсолютно всем. То есть помимо того, что она прекрасно увлажняет, прекрасно удаляет макияж с глаз, она еще и придает свежесть уставшей коже лица и подходит абсолютно к любому возрасту. Вообще мицеллярная вода, ее использование в косметологии тоже кануло давным-давно у нас в природе, поэтому мицеллярная вода – это жидкость с содержанием микроскопических. Давайте еще раз проверим, слышно ли меня. Так, ну судя по тому, что никто не пишет, наверное, не слышно. Мы только что перезагрузили. Так, вот, все, отлично, спасибо. Спасибо, Инора, мы вернулись, отлично. Давайте тогда продолжим. Я хотела вам рассказать про еще одну новинку. Это наш сухой шампунь для придания объема тонким волосам из серии HairX. Ну что ж, эта новинка тоже на самом деле сейчас очень популярна в бьюти-индустрии, и это сейчас, ну, как бы больше его можно отнести к быстрому уходу, да, то есть как раз таки с нашим темпом, быстрым темпом жизни, когда нам нужно куда-то бежать, да, и, возможно, совсем нет времени освежить голову, это просто действительно находка. Причем он достаточно легкий к использованию, вам не нужно его смывать, либо предварительно мыть голову, естественно, да, мочить, имею в виду. Его можно просто распылить у корней волос. И здесь, если говорить про преимущества основной продукта, то вы можете видеть, да, что это комплекс, который состоит только из растительных компонентов, и помимо того, что он делает, освежает вашу голову, он еще и ухаживает за вашими волосами. И такие витамины группы В, они оказывают еще антиоксидантное действие, и нормализующий комплекс контролирует выделение сибума, то есть это кожного сала, да, как его называют по-другому, и улучшает баланс жирности волос. Волосы, на самом деле, после использования выглядят более чистыми и свежими. Но здесь я бы обратила ваше внимание на то, что сухой шампунь не рекомендуют использовать два дня подряд. То есть, если вам действительно куда-то нужно быстро выйти и при этом освежить голову, то использовать его, так скажем, здесь и сейчас вы его можете. Но использовать на второй день не стоит, потому что, ну, просто это сделает ваши волосы похожими на солому, да, ну, как бы образно говоря. Волосы могут склеиться, и они будут достаточно сложные при расчесывании. Если говорить про то, как пользоваться шампунем, да, прям по инструкции, так скажем. Ну, для начала нужно расчесать волосы. Это все-таки необходимо для того, чтобы сухой шампунь равномерно распределился по вашим волосам. И, так скажем, не склеивался, не приклеивался к запутанным прязям. Также наносить сухой шампунь нужно на корни или при желании на всю длину волос. Но особое внимание все-таки стоит уделять корням, да, потому что известно, что голова начинает жирниться именно ближе к коже за счет выделения жирного сала. И при этом наш сухой шампунь, как вы заметили, он выполнен в виде спрея, поэтому очень легко будет его наносить на волосы. Нужно подождать буквально, после нанесения необходимо подождать буквально от 3 до 10 минут. То есть это в зависимости от степени загрязнения ваших волос. И как идет реакция, то есть сухой шампунь, он абсорбирует кожное сало, впитывает его в себя. Поэтому очень важно, после того, как вы его нанесли и дали немножко засохнуть, очень важно опять-таки расчесать волосы для того, чтобы убрать все ненужные излишки, они просто, так скажем, слоями не наслаивались у вас на волосах. Поэтому очень важно именно расчесать ваши волосы. И если вам необходимо сделать укладку волос, то вы можете без проблем ее сделать, потому что волосы будут выглядеть свежими. Так, ну давайте рассмотрим еще одну нашу новинку. Это туалетная вода Эльви Саммер Джой. Я уверена, что каждый из вас знает данный аромат и знаком уже с этой линейкой парфюмов. В шестом каталоге у нас сейчас есть его фланкер. Это Эльви Файерфлай. Такой немного, скажем, вечерний аромат. И сейчас вы видите Саммер Джой. Я думаю, что это очень актуально на данный момент, потому что приближается лето. В принципе, сейчас у нас уже балуют теплые деньки. Поэтому этот поистине летний аромат нужен, я считаю, каждой девушке. Ну что ж, популярный тренд в мире парфюмерии все-таки это мягкие, легкие женственные ароматы. Повседневные ароматы, которые можно использовать действительно на протяжении всего дня и чувствовать его свежесть и приятные запахи. При этом ключевые ноты Эльви Саммер Джой – это все-таки ноты груши и малины. Малина сейчас один из самых распространенных растений на свете. Его аромат классифицируют с очень чистым и нежным ароматом, который, можно сказать, обволакивает своей изысканностью и дарит, так скажем, упоение именно теми летними нотами, которые мы сейчас хотим ощущать. Ноты груши и аккорд одуванчика – это один из самых популярных ингредиентов в летних женских ароматах. Действительно, все пахнет летом, и мы тоже должны, так скажем, следовать этой тенденции. Если говорить про парфюмера, который создал эту коллекцию, этот аромат тоже очень известный парфюмер – это Элис Бена, она вообще родилась в семье медиков. И на самом деле абсолютно ничего не предвещало того, что Элис станет достаточно известным и модным парфюмером. Она впервые посетила курсы выделения и восприятия запаха в рамках изучения химии. И здесь как раз-таки именно с этого и пошла ее история, когда она начала создавать свои ароматы и, в принципе, уже определилась с будущей карьерой, которая как раз-таки и началась в команде известных парфюмеров. Ну, в принципе, по новинкам я думаю, что все. Вкратце я вам рассказала. Эта презентация, опять-таки, повторюсь, у вас есть, и к ней есть специальные сноски, по которым вы можете почитать и узнать, да, еще, может быть, что-то большее. Есть ли у вас сейчас какие-то вопросы по новинкам, возможно, ко мне, либо вопросы к Эгерим. Мы сейчас на связи и слушаем, ждем ваших вопросов. Девочки, я хочу напомнить вам, что посты должны быть про каждый отдельно продукт. Не должно быть, что вам, например, понравился только один продукт, остальные как бы вот что-то как-то никак не впечатлили или еще что-то. Абсолютно про каждый продукт должен быть пост. Да, еще раз акцентирую ваше внимание. Вот эти подсказки, которые мы присылаем вам в виде презентации, не означают, что вы должны говорить именно этим языком. Это как подсказка, что вы можете выбрать что-то, какую-то фразу, какой-то оборот. Или, может быть, опять-таки, прочитав данную информацию, вас это вдохновит на то, чтобы сделать свой пост. Но все-таки старайтесь, чтобы ваши посты не были сухими, чтобы ваши посты не были вот таким вот каким-то литературным текстом. Нас интересуют больше эмоции, нас интересуют больше ваши впечатления. Вот то, как вы воспринимаете данный продукт. А то, что идет дополнительная информация, это как подсказка для вас, для того, чтобы вам было легче ориентироваться. Потому что все-таки каждый продукт новый, в каждом продукте присутствуют какие-то определенные ноты, какие-то составляющие, какие-то ингредиенты. Это как в помощь вам для создания вашего видеоконтента, либо для того, чтобы вы создавали посты. Про каждый продукт должно быть обязательно. Соответственно, вы должны понимать, что чем чаще вы делаете, тем лучше и тем больше вы собираете как лайков, так и, соответственно, новых подписчиков на ваших страничках. Поэтому давайте тогда, чтобы не занимать ваше время, у нас есть чат. Если остались какие-то вопросы, можете их задать. Обязательно запись вебинара будет. Мы пошлем ее тем консультантам, тем лидерам, который, к сожалению, не смог присоединиться сегодня на наш вебинар. Всем удачного дня, всем удачного закрытия. И тогда до встречи в эфире. Продолжение следует...